Даже в йоговском трактате, который, по-моему, был в III веке до н.э., в йогах было написано, что рождение человека не факт, а акт некой духовной работы. То есть даже йоги подразумевали о том, что физическое рождение человека не подразумевает его наличие. То есть они намекали на то, что мы находимся только в переходной позиции рождения. То есть мы еще не рождены. Для этого нам нужно произвести некую работу над собой, духовную работу, чтобы родиться как человек. Будущее имя и уже тело. Это напоминает нам о том, что человек думает, что он имеет сознание. Я думаю, что человек все-таки еще сознание не имеет. Вот что дело. Мы, наверное, все время находимся в некой перевалочной фазе. И в этой перевалочной фазе у нас есть выбор, в какое сознание трансформироваться. Вполне возможно, если ставить вопрос об искусственном сознании, что мы можем перевалочной фазой быть для искусственного сознания. Почему нет? Такой жесткий приговор нашему биологическому виду вполне уместен. Или, скажем так, перейдя через проблему искусственного сознания, мы будем обладать неким инструментом, который поможет нам в конкурентной борьбе отказаться от болезней этого нашего переходного состояния и, наконец-таки, переродиться в то правильное состояние, при котором мы не будем себя противостоять, противопоставлять миру и говорить, что у нас есть сознание, а у остального мира нет. Такое тоже может быть. У нас есть варианты, я думаю, и я бы его не стал предсказывать. Есть органическая жизнь, есть жизнь неорганическая. У любых существующих форм есть свое сознание. Может быть, человек ее не приемлет, потому что человек вообще отвергает все, что на него не похоже. Более того, если человек видит в другом человеке другую культуру, он уже его унижает и не признает. И даже более того, долгое время всегда это было поводом к уничтожению. А в японской культуре вообще духи присутствуют везде, в синтаризме и камни имеют душу, и роботы, и все, что любая неживая предмета имеет душу. То есть вопрос только культурной традиции. Сколько культуры развита к этому вопросу относится? Дело в том, что система Дарвина, которую он нам предложил, она очень примитивна, это плоская система. Это схема, но жизнь в схему не влезает никогда. И в этой схеме не учтена масса факторов. Во-первых, во времена Дарвина не знали, что такое квантовая механика. А квантовая механика сейчас открыта, что она действует в области клетки. И эволюция идет не путем соревнований сильной и слабой, а путем изменений на уровне клетки, квантовым путем. Куда эти знания делать? То есть я уверен, что мы еще есть гигантские области знаний, которых мы не посвящены в силу своей неразвитости. В силу того, что до тех пор, пока мы не преодолели разный порог, знания нам не откроются. И мы с этим незнанием так уйдем, куда нам положено. Конечно, мир не плоский, и не линейный, и не однородный. Поэтому за одной оболочкой тела может скрываться разная ответа. И наличие. Либо только оболочки, либо присутствие чего-то больше, кроме этой оболочки. Либо даже вариации этих присутствий. Так что у кого-то душа есть. Как говорил апостол Петр, когда ему спросили, вечно ли душа, он сказал, не всегда и не у всех. Сейчас нужно переосмыслить вообще все поведение человека. И нравственное поведение, и, может быть, даже эволюционное поведение. То есть мы находимся на грани, когда мы понимаем, что те законы, по которым мы еще учились, они уже не работают. То есть должны быть новые понятия введены. Поэтому, может быть, не стоит и бояться тогда ничего. Я думаю, что мы придем к саморегулируемому, как бы саморегулируемому воспроизводству людей в рамках необходимого, с какой-то очень более жесткой, строгой системой, нечеловеческой, по нашим параметрам. Может быть, даже искусственный интеллект будет нас ограничить в этом. Или какие-то системы механические, или это будет какой-то закон. Ну, в общем, безусловно, непрогнозируемое, неконтролируемое количество людей, как сейчас их рождение, будет остановлено. Куда девать лишние люди? Человек перестанет играть центральное доминирующее значение, как сейчас, например, оно занимает гуманизм. Я думаю, что будет меняться философская база. Во-первых, человек становится порицаем, потому что он уничтожает природу, мучает животных, ест коров и так далее. Это становится довольно откровенно видно, как идет изменение понимания человека себя. Дальше это приведет к каким-то результатам, как в Австралии, например, признали, что животные имеют душу, что их нельзя унижать, что даже есть уголовная ответственность за издевательства над животными. Естественно, там признали дельфинов тоже разумными существами. То есть происходят уже изменения, даже в нашем времени, таком, прям, близлежащем, где животные начинают играть такую же важную роль, как человек. Вот уже налицо такие-то, такие сдвиги, которые еще 50 лет назад были непредсказуемы. В пределах моей жизни профессия художника останется хотя бы потому, что останусь я. Значит, я буду являться доказательством этой профессии. Ну, это, вот, пожалуйста, для моего рассуждения. Дальше вопрос для меня остается открытым, но, безусловно, даже сейчас мы видим сильное изменение понятия этого понятия и понятия, чем этот художник занимается и понятием, что подразумевается под тем, что является художником. В конце концов, даже сейчас человек вправе себя называть кем угодно. Ему дают такое право, еще, по-моему, с времен Бойса, что не обязательно качать институт, чтобы быть художником. Я называю себя художником, все, если хотя бы еще один человек называет меня художником, значит, я художник. Значит, спор закончен. В моем понимании художник урет, но в понимании будущих поколений он останется. В моем понимании художника сейчас его не будет, потому что художник, который занимается действием таким образом, как и действием сейчас, он будет не нужен. Будет другой человек, выполняющий другие формы или другим способом роль этого художника. То есть вдохновение художника – это якобы сила извне для творчества. Ну, как мы привыкли это понимать в русском языке. В слове «инсайт» мы слышим другие вещи. это не вопрос не энергии уже. Это вопрос информации, понятий, знаний, которые человек не обладал и получил. или думал, что не обладал и получил, и понял. Может быть, оно в нем лежало. То есть в этом смысле точного, ясного понимания в этом нет. просто мы должны допускать или верить человеку, что он не знал, а теперь знает. В этом есть отличие. Поэтому мне было бы, наверное, проще говорить с этой точки зрения, чем просто о некой энергии. Ну, ладно, кто-то чем пользуется для энергии. В общем, есть практики йоговские, где можно дышать и насыщать мозг кислородом. На этом строится кундалини, йога. И что же там мозг начинает воспроизводить в этих вопросах? Там могут быть биохимические процессы, а могут быть действительно процессы уже не связаны только с биохимией, потому что я думаю, даже грубая физика в какой-то момент, на каком-то этапе переходит на другой уровень и становится уже не просто физикой, а чем-то другим. Потому что мы знаем, что химия перетекает в физику и наоборот, я имею в виду физику как науку. Вот. Если рассматривать более тонкие вещи, то она уже перетекает в такие знания, которых мы не обладаем. Ну, не обладает нынешняя наука, скажем так, для терминологии. Но она и, безусловно, есть. Мы же понимаем, что знания бесконечны. Мы же понимаем, что наука не остановилась в том, что она что-то не знает. Наука, то, что единственное, чем может оперировать наука, это тем, что она не знает, как устроен мир. Поэтому она развивается. Следный инсайд — это область знаний, которые человек не обладает и к чему не может оперировать. Верно? на этом строится религиозное знание и всякие мистические знания. Поэтому они нам так может быть кажется нам более загадочными и интересными, как нечто неизведанное. К чему нету ключа? у нас у всех есть опыт инсайда. Кто-то это замечает, кто-то нет. У кого-то это вплоть даже до бытового уровня доходит. Но мне кажется мы начинаем замечать только тогда, когда мы перестаем бояться некоторых ответов на неудобные вопросы. И кто-то перестает бояться, что о нем подумают. Например, коллеги, соседи, родственники, не знаю, другого. И он готов ошибаться в открытую и таким образом рискнуть. А про искусственный интеллект он сейчас для меня вопрос абстрактный. Потому что я никак не могу руководить. Если была бы моя воля, я бы его отменил. Если человек останется, то, безусловно, не в качестве батарейки, как предлагал нам матрица, фильм «Матрица». Если человек останется как человек, то он естественно останется в форме руководящим своими средствами, которые он придумал, которым мы должны помогать. Иначе, если мы окажемся вдруг самим инструментом в руках этого интеллекта, то интеллект очень быстро поймет, что мы не нужны. Но прекрасно понимая, что для того, чтобы он сработал позитивно, нужно, чтобы он был отменен везде сразу, а не только в одной конкретно взятой стране. Он должен быть отменен как оружие, например, как философия порабощения, как философия наживы и так далее. Пока что все развивают искусственный интеллект только как средство орудия для порабощения остальных более слабых, чтобы опередить его в гонке. Поэтому мы обречаем. Понимаете? Мы обречены и боимся только поэтому, что у нас нет нравственности, что мы жадны и готовы убить всех, лишь бы не проиграть. Поэтому мы должны быть уничтожены. Часто в том виде, в котором существует, недостойно жизни. И что бояться тогда искусственного интеллекта? Это наш могильщик. Он нас закопает нашей лопатой. Все. тут мне кажется все очень понятно. Но я опять-таки говорю, мы достойны этого наказания. Мы его сами выбираем каждый день. Тогда чего сетовать? Продолжение следует... Продолжение следует...